Я в прямом эфире. Всем привет! Так, давайте сделаем так. Я просто себе сейчас готовлю приём пищи. Назовём так мою еду. У меня нет завтрака, нет обеда, нет ужина. У меня есть приём пищи. Потому что я ем через определённые промежутки времени. И хочу похвалиться, что у меня сегодня заканчивается очередной марафон стройности. И сейчас я вот прям мельком заглянула в WhatsApp. Девочка пишет, за 21 день минус 7200. То есть результаты у тех, кто марафон прошёл, кто не сорвался, результаты потрясающие. Обязательно поделюсь тут с вами на своей основной странице результатами своих подопечных. И немного расскажу формат марафона, да, кому интересно. Это обучающий марафон по питанию, как строить свои приёмы пищи, через какие промежутки времени есть, что у нас является основным приёмом пищи, что нужно обязательно есть. Конечно, без белка вы не приведёте своё тело в надлежащую форму и без приёма белка не раскрутите обменные процессы. Мы занимаемся тем, что раскручиваем общий обмен веществ частыми, достаточно частыми приёмами пищи. То есть едим, вот я лично ем 5-6 раз в день. Не выпиваем. Единственное, под запретом алкоголь, потому что алкоголь тормозит обменные процессы, алкоголь задерживает воду в организме, и, соответственно, на весах человек не увидит желаемого минуса, снизится мотивация. А алкоголь расслабляет мозг до такой степени, что можно сорваться на употребление в больших количествах запрещённой, так сказать, высокой калорийной еды. У нас у меня в марафоне абсолютно нет запретных продуктов. Мы с вами едим всё, но в определённых пропорциях, в определённой громовке и на определённую калорийность. То есть от и до я даю. То есть минимум, максимум, также коридор калорийности. И каждый участник марафона выбирает питание комфортное для себя, по своему бюджету, по своим вкусовым привычкам формирует себе меню. И в следующем марафоне, который у меня стартует 25 октября, я дам меню, сезонное меню из разнообразных продуктов, меню на 21 день. Сейчас я уже занимаюсь тем, что составляю это меню для следующего марафона. И ещё, и ещё, мои дорогие, в следующем марафоне у меня будет призовой фунт 20 тысяч рублей. В этом марафоне 10 тысяч рублей, в следующем марафоне 20 тысяч рублей. Так, ну сейчас, наверное, я сейчас... Это немного про марафон, я знаю, что это не всем интересно. Но это моя работа, поэтому, извиняюсь, кому не интересно, то следующая информация уже будет не про марафон. Так, ещё смотрите, что хочу сказать. Хочу сказать, что я дома сейчас нахожусь в той же одежде, в которой и тренировалась. Ну, такая я хулиганка, могу себе позволить. Сейчас поем, проведу эфир, приму душ, переоденусь и пойдём с мужем, поедем, вернее, по делам. У нас сегодня есть определённые планы. Вот он уже, мой красавица, вышел после массажа. У меня прямой эфир, Володя. Вот, и сейчас, значит, что я сейчас делаю? А сейчас я, конечно же, готовлю себе еду. Что я готовлю? Ну, я готовлю, во-первых, суп. Володя, правда, говорит, что надоело это курица, но это по-быстрому просто. Поэтому я и поставила, не смотря на меня так. О, точно, Володя пока не соблюдает, в принципе, питание. Как ты меня не соблюдаешь? Нет, ну ты как не соблюдаешь? Ты не считаешь калорийность, ты не ведёшь дневник питания. Как ты соблюдаешь? Так, а я вот всё собрудаю. Вот у меня сейчас, смотрите, у меня сейчас вот здесь я на весах всё взвешиваю, все свои порции я взвешиваю на электронных пищевых весах. Это однозначно. Вот, потом, значит, что я сейчас буду есть? Что я сейчас буду есть? Сейчас вам могу показать. В принципе, то, что есть, да никто и не спорит, но, знаешь, я придерживаюсь того, что нет предела в совершенству. Нет предела в совершенству. И совершенствоваться, в принципе, можно всегда, везде и во всём. Главное было бы желание. А тем более сейчас, сейчас свирепствует в нашей, так сказать, стране и мире коронавирус. И что нужно делать? Призывать людей, чтобы маски носить. Нет, мой дорогой, призывать людей нужно к тому, чтобы укреплять... Спорт и маски. Нет, не спорт. Укреплять иммунитет. Вот что нужно делать, правильно? Вот у нас сейчас массажист в гостях, Юрий, вот, врача реаниматолог. И он, мне кажется, укреплять иммунитет, правильно? Прежде всего. Прежде всего, вот и всё. Но, ну, я не знаю. Опять же, спорт, спорт урознь. Можно так заниматься спортом, что ты иммунитет вообще не то, что не укрепишь. А наоборот, ты его... Доль, ну, маски всё равно надо носить маски. Ну, одевай сейчас маски. Ты почему сейчас без маски-то? Одевай сейчас маски. По идее, я тебя боюсь, я буду на срочке. Ну, правильно, если я заболел коронавирусом, я тебе не скажу. Ты потом заболеешь, и я скажу, что ты меня заразил. А, да. То есть, мне кажется, будет правильнее решение. Всё дезинфекция. Это я сейчас поставила сюда, стол хочу вытереть этим, пройтись жидкостью для стёкол. Так. Так, согласна с Юлей. Всем привет, всем привет. Так, слушайте, ну что я делаю? Я готовлю сейчас себе. Давайте, блин, даже не знаю, как сделать. Наверное, я сейчас на лампу привешу телефон. Очень рада, что вы у меня здесь в прямом эфире. И вообще, на самом деле, погода великолепная. Погода просто великолепная. И поэтому, прям, я бы вот всех отправила бы, и сама бы сейчас. Даже не сама бы, а я сейчас отправлюсь на прогулку. Сейчас вот поем, сварю суп. Суп варю вообще по-быстрому, буквально 15-20 минут. У меня там курица. Курица сейчас почищу картошку, но прежде я поем. Так, я ещё режу в салатик. Режу помидорку. Режу помидорку. Вот. Режу помидорку. Можно добавить зелень. И что у меня будет? Что у меня будет? У меня будет ещё добавлено обязательно. Смотрите. А вообще у меня вот многие интересуются витаминами. Да, у меня витамины. Какие витамины? Вот. У меня омега-3 я употребляю. И я ещё употребляю. Вот уже заканчивается банка. Вот такой вот. Прикиньте, телефон грохнулся. Ё-моё. Нет, он целый, слава богу. Заканчивается банка с витаминами. Так. Что такое? Плохо я его сделала. Что-то как-то надо со стойкой отработать. Вопрос. Вот. И, соответственно, в те дни, когда я не употребляю мегу-3, я тогда делаю упор на нерафинированное растительное масло. Вот сейчас я свой салатик заправлю маслом. Очень уж мне нравится... Сейчас покажу, какое масло. Так. Посмотрю, что у меня там с супом. Посмотрю, что у меня там с супом. Вот столовую ложку, столовую ложку вот этого вот масла. Такое ароматное, душистое, вкусное. Я сейчас добавлю в свой салат. То есть у меня овощи выступают в роли клетчатки. У меня масло выступает в роли полезных жиров, необходимых вообще для любого организма. Вот. Потом. Обязательно у меня есть... У меня есть обязательно в приёме пищи сложные углеводы. Сложные углеводы. Так. А вот что у меня тут из сложных углеводов? Я боюсь, что у меня тут макароны, которые я варила, которые я варила, макароны могли испортиться. Вообще, смотрите, на... Кто вот интересуется марафоном, да? На готовку вообще затрачивается минимум времени, но, соответственно, тогда питание очень такое аскетичное, простое. Ну, вот, допустим, как моё. То есть у нас всё время есть чёрный либо ржаной хлеб, у меня всё время есть контейнеры в холодильнике с едой, у меня всё время есть овощи, кабачки, помидоры, огурцы. Это вот мои любимые. Вот. И, соответственно, вот я сейчас в салат добавлю вот макарон. Так, ну-ка. Нет, не пропали. Лежат три дня и хоть бахны. Вот это я понимаю. Так, слушайте, как бы нам так сделать, чтобы я... Я понимаю, что у вас много вопросов, да? Что есть вопросы. И как бы так сделать, чтобы... Чтобы мне эти вопросы как-то почитать, да? Как-то почитать. Так, так, так. Масло очень душистое, да. Тушёные овощи – это углеводы. Тушёные овощи на нашем питании, они являются так называемым десертом. Вообще, тушёные овощи имеют очень высокий гликемический индекс. Толку от них нет никакого абсолютно для организма. Вот свежие овощи – это да, тушёные – это не то, что нам нужно для снижения веса. У нас не очень-то погода, но хожу пешком при любой погоде. Вот это супер. Я тоже практически отказалась от машины. Расскажите, как суп варите за 20 минут. Это филе куриной грудки. Если его дольше, чем 20 минут, то есть закипела вода, прям буквально 20 минут, и я туда закинула на 5 минут картофель. Что я закидываю? Картофель, рис, морковь, лук. Я уже вместе с мясом сейчас варю в бульоне. Всё. То есть филе куриной грудки у меня там, оно варится достаточно быстро. То есть его, если дольше варить, то его можно переварить, оно станет просто резиновым. То есть делается вообще всё элементарно. Поэтому, так, сейчас я включу, померяю порцию макарон. Мне же нужно взять порцию сложных углеводов. Ага, так, вот, вот. Вот, посмотрите, у меня уже здесь вот, то есть макароны. У меня здесь помидоры, огурцы в салате. И сейчас я сюда же в этот салат добавлю, добавлю филе куриной грудки. Так, а филе куриной грудки у меня было где-то на сковороде. Если Володя его не съел, блин, а Володя его, похоже, съел. Очень здорово. Очень здорово. Так, и что мне тогда делать? И что же мне тогда делать? Мне нужен обязательно белок. Мне нужен обязательно белок. Так, а вот это что такое? А, вот у меня еще, у меня подставит еще гречка с курицей. Поэтому сейчас я вот эту вот гречку с курицей, верну курицу отсюда. Сейчас я взвешу порцию. Сейчас я взвешу порцию и... Сейчас я тебе помогу, Хатя. А что ты мне помогу? Ёжу проведу. Блин, что-то весы не работают. Да, сейчас все не работают. Придется взять на глаз. Давай, сделаем. Нет, там лоб показывает, то есть там батарейка уже, все, ку-ку. Ну, что там не ку-ку. Ку-ку уже сду. Лоб показывает, есть. Вот, сделаем. Ну-ка. Ку-ку. Так, все, вот. У тебя, что, ку-ку. А где тебе? Сейчас покажу, сколько у меня курицы. И это еще не максимальная граммовка. То есть это еще не максимальная граммовка. А, еще у меня будет вкусный десерт. Вот. Так, гречку вот я оставлю на поток. У меня в холодильнике всегда есть филе, окуриной грузки, всегда есть. Сейчас покажу, какое я люблю. Люблю, я предпочитаю филе куриной грудки Михайловской птицефабрики. Вот, покупаю такое. В Саратове, мне кажется, это вообще лучшее. Это саратовская Михайловская птицефабрика. Это вообще лучшее филе, которое я вообще знаю. Кстати, я же тренируюсь под руководством своего наставника Владимира Кравцова. Вот сейчас у меня с ним была тренировка. Он вот приходит только, можно сказать, благодаря нашей дружбе. Так он вообще тренирует только онлайн людей. То есть абсолютно никого не берется к себе на тренировки, вот как он тренируется со мной. Онлайн, пожалуйста. Так нет. Очень много у него работает, человек занятой. Короче, факт тот, что Кравцов Владимир, чемпион мира по жиму штанги, лёжа. И сам факт, что он говорит, слушай, Юль, я, говорит, тоже давно заметил, когда готовился к соревнованиям, да и сейчас он в прекраснейшей форме, что вот именно, говорит, содержание белка и очень хороший рост мышц, он говорит, я вот заметил, вот именно употребляя филе вот Михайловска птиц фабрики. Вот не знаю, с чем это связано, но он говорит, что вот от неё, говорит, я прям реально замечал, что, то есть мышцы растут, если, говорит, я употребляю вот это филе. А ты что сделал? Нет, я погиб. Володя, иди покажись. Это вообще, сейчас я вам... Хотите посмотреть? То, что только пришла, тебе надо дезинфицировать. А, то есть ты, вот видишь, вот ты, вот у меня, Володя, как делает всё, что всё потом пипец, блин. Всё пипец. Я, блядь, не мастер, я юрист. Так, ты знаешь, я вот это не могу понять. Ладно, давай вот так вот покажемся. Вот, Володя, вот он, смотрите. Я дома так хожу, не на улице. Это человек, который боится коронавируса. Что-то ты стал, Володя, какой-то трусливый. Ты что, боишься коронавируса? Потому что у тебя нет иммунитета, да, такого, как у меня. Я его пропил. Пропил он свой иммунитет. Не делайте так. Кстати, хочу сказать, что вот здоровье не купишь ни за какие деньги. Поэтому, соответственно, я всех призываю беречь своё здоровье, вести активный образ жизни, вот. И, соответственно, будете бодры. Пейте, пейте молоко, будете здоровы. Бодры будете веселы, красивы, молоды. Вов, а ты мне подашь салат, да, сюда? А ты не устал, чтоб я подал. Володенька у меня сегодня помыл посуду. Ну, правда, вот я ему сказала, что мусор он не выкинул. Очень плохо себя ведёт. Будет за это наказан. У меня хорошка была. Да, вот. Так, вот, хвалюсь. Посмотрите, какая у меня получилась вообще порция салата. Какая порция салата. Кстати, так как я вот сегодня буду употреблять масло, вот я вам показал, да, растительное, тоже омегу я не буду сегодня пить. Вот, отставим её. А вот после еды витамин вот такой вот выпью. Одну штучку, комплекс витаминов и минералов. Вот, мне нравятся неплохие витамины. В принципе, как определить, плохие витамины или хорошие? Ну, однозначно это нужно покупать витамины европейского или европейского производства, или американского. Вот, поэтому вот такие вот дела. Так, давайте я прям, наверное, сейчас отвечу. Володя тут тоже садится есть. И что он тут принёс? А принёс он вот. Вот солёные огурцы. Кстати, я тоже могу себе позволить съесть такой огурчик. Что нужно и нет. Вот. А дай, пожалуйста, мне вилку, а? Подай, пожалуйста. Так, ну что, давайте я, наверное, сейчас вот буквально... Ага, спасибо большое. Я надену очки. Надену очки. Надену очки. Отвечу прям на несколько вопросов. И... Анализы супер. Слушайте, зачем картошку с рисом в супе? А что же вы в суп тогда кладёте, моя дорогая? Спрашивают, а что? Что мне в суп положить? Кашу из топора, что ли, топор мне туда положить, сварить? Я люблю рисовый суп. Я туда добавляю картофель, рис, лук, морковь и яйцо могу ещё добавить. И это у меня всё сварено на филе куриной грудки. И калорийность такого супа получается не выше, чем 30 килокалорий на 100 грамм, если вы не знали. А зачем картошку с рисом? Ради бога, если кто не любит, можете варить вообще по своему рецепту. То есть в марафоне стройности я рассказываю, как мы варим суп, из каких ингредиентов, чтобы он получился такой калорийности. Если вы не любите картошку с рисом, ради бога, вас никто не... Но просто человек, наверное, не знает, что у картофеля самая низкая калорийность, если брать сложные углеводы. То есть по сравнению даже с той же гречкой и вообще даже с любой крупой. Онлайн вы не проводите марафон? Я провожу марафон онлайн. Это формат прямых эфиров в закрытом аккаунте, конечно же. Можно или рис, или картофель по выбору? Да всё, можно и рис, и картофель, какая разница? С вашей собакой много заморочек? Думаем тоже Йорка взять. Так, смотрите, с собакой вообще нет никаких заморочек, вообще нет никаких. Но если вы только заведёте... Что-то у меня очки какие-то кривят маленько, кривые. Если вы заведёте девочку, то есть если вы хотите собаку, чтобы не было проблем, вам однозначно нужен Йорк. И это однозначно должна быть девочка. Посмотрите, какая прелесть! Какая прелесть! Завтра я буду ждать результаты от своих марафонцев. У меня 10 тысяч вот в этом марафоне. Призовой фонд будет 3 места призовых. 5, 3, 2 тысячи рублей. А в следующем марафоне стройности у меня будет 20 тысяч рублей. Так, сколько грамм порция белка? Присоединяйтесь на марафон стройности и всё узнаете. Порции вот вам скажут на марафоне, всё понятно. Юля расскажет и покажет. Да, да. Это вот мне сейчас пишут девочки, кто у меня уже был. Я курочки добавляю только макароны, картошку вообще не ем. Ну и зря, что вы не едите. Кто любит картофель, пожалуйста, может картофель есть. Я вообще люблю макаронные изделия, поэтому вы часто в моём рационе, в моём можете видеть макаронные изделия. Вот Вова обожает картофель. Обожаю. И картофель он употребляет, но, к сожалению, я не могу чисто физически показывать. Вот вообще каждый свой приём пищи. А почему говорят, при диете нельзя картофель? Говорят, и кур доят, знаете такое? И у нас нет никакой диеты вообще абсолютно. Это не диета никакая. Так, Володя, на вашем питании? Нет, Володя, сейчас не на моём питании. Юля, с твоим питанием, с меня, у меня отличное здоровье, сдала анализы. Отлично, анализы супер. Умница. Вот я всех призываю, если кто, у кого какие-то проблемы, допустим, с теми же анализами, с гормонами, сдайте до участия в моём марафоне стройности и сдайте после участия в марафоне стройности. Многие не сдают анализы, тоже боятся её. Боятся, что вдруг там что-то будет. Ну там что-то увидят. Я сдавала анализы, у меня вообще анализы все потрясающие. А омегу вы постоянно пьёте без перерыва? Да, я пью её постоянно без перерыва. Так, и я люблю рисовый суп. Почему говорят? Говорят, я уже сказала, курдая, доброго дня, очки огонь, спасибо. Расскажите про марафоны, я только присоединилась к вам. Расскажите ещё раз про марафон, ещё раз про марафон. Марафон у меня обучающий. То есть, если вы хотите научиться самим себе составлять меню, и потом, в принципе, после марафона вы можете научиться и составлять меню даже кому захотите, из родственников, либо друзей, либо вообще посторонних людей. То есть, марафон обучающий. И рассказываю, показываю на наглядных примерах в течение 21 дня, как, что, с чем сочетать, как компоновать. Рассказываю про коридор калорийности. Зачем такой коридор? Минимум и максимум. Рассказываю время между приёмами пищи, опять же, минимум и максимум. И каждый человек уже, исходя из своих привычек, исходя из своих предпочтений в еде, исходя из своих финансовых возможностей, сам себе составляет меню. То есть, я, допустим, люблю арбуз, а не люблю дыню. Зачем мне на десерт, допустим, есть дыню? Я беру арбуз, но уже высчитываю по определённой калорийности. То есть, мы вообще употребляем все продукты, вот абсолютно все продукты, без каких-либо лишений. То есть, если вы любите молочку, ради бога. Любите шоколад, пожалуйста. Но там есть определённые пропорции, определённые рекомендации, что и поскольку, чего брать. И что брать на приём пищи более выгодно. Потому что в основном мы, кто, вернее, не мы, а те, кто имеет лишний вес, в основном едят очень мало высококалорийной пищи. И говорят, что я ничего не ел, не ела. У меня гормональный сбой, или у меня возрастной, или у меня такая генетика. Я вот поэтому и поправляюсь. Но никто не посчитал свою калорийность рациона в день. Вот если вы возьмёте просто и честно посчитаете, чтобы вам, конечно, посчитать калорийность вашего дневного рациона в обычной жизни, вам однозначно понадобятся электронные пищевые весы. То есть вы должны будете всю еду, вот, допустим, за день, что вы едите, говоря, что это у вас гормонально, просто взвесить и подсчитать калорийность. Всё. И вы ахнете. Когда вот я подсчитывала сама лично калорийность, когда я не соблюдала питание, у меня получалось порядка 2,5-3 тысяч килокалорий в день. Это в основном при сидячем образе жизни. И это я, в принципе, могла сказать, что я ничего не ела, потому что это были семечки, орешки, сухофрукты, кофе капучино и, в принципе, и всё. И виноград с черешней. То есть я ничего не ела, конфеты, соответственно, тоже там были, да? Нет, не нужен. И, соответственно, то есть я ничего не ела, потому что еды очень мало, очень мало. Но по калорийности просто была калорийная бомба. И, соответственно, что хочу сказать. То есть вот я делаю сравнительный анализ в марафоне стройности еду, которую в основном мы употребляем, не подсчитывая калорийность, думаю, что это мало. И огромный вот стол, весь этот стеклянный, свой красивый стол. Я заполоняю нашей едой на марафоне 6 приёмов пищи. Даже можно сделать и уложиться в 1100 килокалорий, включая даже вкусные сладости. И, соответственно, человек понимает, что тут дело не в количестве еды, а в качестве и в подсчёте именно калорийности. Соответственно, весь баланс у нас белков, жиров и углеводов тоже также соблюдён. Соблюдаем мы его, употребляя определённую громовку. Я говорю от и до, говорю рекомендованные продукты в основные приёмы пищи, ну а на десертике по чуть-чуть мы употребляем вообще, то есть всё, что захотим. Вкусняшина, вообще. Бомба. Здесь хочу. Эфир вести хочу. Всё хочу. Молчу, спеваю. Девочки, марафон огонь. Лучше всех, в которых я участвовала. Иду на следующий марафон. Обязательно. Юля, ещё раз огромное спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Я очень стараюсь. Я за всех переживаю, на самом деле. Хочу, чтобы у всех были потрясающие результаты. И чтобы то питание, которое я пропагандирую, чтобы вы это не воспринимали как диету, а чтобы вы это питание внедрили в свою жизнь, в жизнь своей семьи. Вот что я добиваюсь. Вот чего я добиваюсь. Ведь это же вкусно, полезно, разнообразно. И помогает такое питание, соответственно, оставаться в форме всегда. И, соответственно, и оставаться в форме всегда, и снизить вес, убрать ненавистные килограммы, причём за счёт сжигания жира именно. Будет ли полезен ваш марафон, кто худая? Нет, на моём марафоне улетают килограммы. Единственное, что под запретом, это алкоголь. Алкоголь нельзя. Так, занятия у вас живые или записаны? В принципе, без разницы, просто интересно подробности. Занятия все живые. Я все марафоны свои, у меня нет, вернее, запись есть. Прямого эфира сохраняется запись в ленте аккаунта стройности, в ленте аккаунта марафона. Это другой закрытый аккаунт. И, соответственно, всё я веду вживую. В следующем марафоне у меня будет три тонизирующих тренировки, показаны в прямом эфире. У меня будет пять прямых эфиров в течение 21 дня, именно столько идёт марафон. Марафон стоит 950 рублей. Для тех, кто уже был, 850 рублей стоимость участия. И в этом марафоне, который с 25 октября у меня стартует, призовой фонд составит 20 тысяч рублей. То есть у вас есть ещё шанс получить приятный денежный бонус. Сколько ты едите? 2 килограмма где-то обходятся. Продуктов сколько я ем в день? Ну, общий 2 килограмма обходятся. Ну, где-то полтора, может быть, два. Ну, вот Волгард 2 килограмма. 2 килограмма. Нет, я думаю, что меньше. Я не подсчитывал, честно. Надо ещё раз посчитать. Вот мы единственное, что с Володей считали, это затраты по финансам. У нас выжило, когда мы считали, полгода назад? Да. 260 рублей в день. Так, суд пошла выключать. Мне успел закинуть картофель, потому что сейчас курица будет жёсткая, попозже, когда закидывать буду всё. Сколько в день нужно употреблять еды? Ну, это я же сказал, 2 килограмма. У меня нет такого, что вам нужно столько-то в день употреблять еды. Вы себе сами, исходя из рекомендаций из моих, составляете меню. И сколько вы будете, может, вы будете по минимуму питаться, а может быть, по максимуму. И, соответственно, у всех, на всей индивидуальность. И у каждого разное количество еды и разный продуктовый набор. Каждый под себя делает. А я объясняю уже, я вас учу, как это всё меню составить и дам в этом марафоне даже Артур М001. Юля Джан, привет. Привет. Вегетарианцев делать в моём марафоне нечего, потому что в каждом приёме пищи у нас белок. На сколько максимально худели марафонцы за 21 день? На 9 килограмм. 9-10 даже были такие результаты. Здравствуйте, Юля. Я один раз проплатила, но не пошла, струсила. Ещё раз надо проплатить. Ну и зря. А почему вы не пошли? На 11 килограмм, помню, девушка худела. Да, было такое дело. Калорийность какая в день выходит? Около 1500? Нет, меньше. О чём может быть речь? Какой 1500? Вы на 1500 похудеете. Вы похудеете на 1500. Но для многих это такое медленное похудение, которое с вами будет происходить на 1500 килокалорий. Это ноль мотивации. Мотивация вся уйдёт. Нет, мы худеем на меньшем количестве килокалорий. Я прошу вот каждый практически марафон девочек высчитать свой общий обмен веществ. Основной обмен веществ и общий обмен веществ. У многих цифра 1500, 1400. У меня 1440 общий обмен веществ. Вот вопрос. А если я буду питаться на 1500 килокалорий? Со мной что будет? Вот вопрос. Как вы думаете? Конечно, я буду поправляться. Я буду поправляться, если у меня общий обмен веществ с 1440 килокалорий, а я буду потреблять больше 1500. У меня будет плюс. То есть это вообще глупость полная. Вы не будете худеть. Кому, кто хочет скинуть вес, вы на 1500 это дело бросите. Вы скажете, манал я это дело. То есть если у вас 1600, 1700 обмен веществ, то да, вы на 1500 будете худеть. Но медленно, очень медленно. И у большинства, кому нужно скинуть достаточное количество килограмм, у них уйдет мотивация. У меня девочки пишут, ой, сегодня минус 200 грамм. Как это мало? Что это такое? Вы представляете? То есть если на 1500, то человек там будет терять, и то не каждый день, там 30-20 грамм веса, для него это просто, я говорю, мотивация уйдет, ее не будет, не останется ни грамма, и человек уйдет с марафона уже через буквально первые 2-3 дня. Дополнительно можно тренить. Если вы тренируетесь, то пожалуйста, ради бога. По поводу худых девушек ответили, извините, не успел услышать. Нет, для худых марафон не подходит. То есть на марафоне идет активный сброс веса. Самое лучшее питание. Так, я питалась на 1000-1200 на 3 месяца. Минус 8. Дошла до своего идеального веса. 52, держу. Бомба. Вот это супер. Молодец. Молодец. Возможно ли посчитать свой обмен веществ? Конечно, возможно. Естественно, я формула даю. Можете высчитать свой обмен веществ. А вообще, какие проблемы? В интернете есть много разных формул. Проблем нет. Я даю конкретную. Я в марафоне даю конкретную формулу, потому что их очень много, которая приближена действительно к реальности. Потому что я делала биоимбедансное измерение состава тела. И у меня цифра обмена веществ показала такую же, которую я считала по формуле. Поэтому формулы, которые я даю для высчитывания основного обмена веществ и общего обмена веществ, они реально, эти формулы соответствуют, более-менее соответствуют действительности. Потому что вообще, в принципе, хочу сказать, что вот эти все весы такие новомодные, да, тоже, может быть, я их и приобрету, скорее всего, которые показывают уровень там мышц, воды, жировой ткани в организме. По идее, все равно они неточные. Для того, чтобы вообще высчитать точное содержание, сколько у вас жира, да, допустим, на теле, сколько у вас жира, это нужно делать очень много замеров, взвешиванием в воде. И еще есть такой прибор специальный, который меряет жировые складки. То есть толщину жировой складки. Меряется эта толщина жировой складки по всему телу защипами, методом защипывания. И, соответственно, тоже по очень сложной формуле высчитывается, сколько, какое процентное содержание жира в организме. Ну, можно просто приобрести весы, которые, у которых есть эта функция, или сходить, опять же, как я, на биоэмпедансное измерение состава тела и посмотреть, что там у вас. То есть это вот самый элементарный способ. Я похудел на 7 килограмм за 2 месяца на вашем питании. Марафон классный, правда, утомляет, есть 5-6 раз в день, но и без вина скучно. Юля, спасибо. Ну, вы знаете, умейте веселиться другими способами. А мне вот, знаете, мне очень грустно и печально, что у нас большинство веселится только алкоголем. То есть алкоголь и сразу им весело. А без алкоголя человек не знает, куда себя применить. Это же просто патовые ситуации, я хочу сказать. То есть у вас нет других развлечений у большинства. Развлечение самое главное, это вечер, пятница, это нажраться. Все. Это очень печально. То есть сейчас, пожалуйста, еще работают кинотеатры. Плохо то, что не работает театр. Я вот покупала билеты, к сожалению, сдала билеты. Хотела сходить в ТЮЗ. То есть работает кино, пожалуйста. Можно прогуляться, погода стоит великолепная. Можно сходить в лес, можно сходить в баню, в сауну вечером. Можно записаться в спа, на массаж. То есть по идее, если включить голову и распланировать свой отдых активно, то тогда это будет бомба. Это принесет вам удовольствие, это принесет пользу для фигуры, принесет пользу для мозга, для головы, нежели просто тупо выпить вина и веселиться. Можно на квест сходить. Ну то есть вот самый легкий способ у нас расслабления и веселья, что это алкоголь и еда у большинства. Ведь еда это только еда. Это топливо для организма. Вот я еду сейчас воспринимаю именно так, что еда мне нужна не как способ расслабления или получения удовольствия, а еда мне нужна для того, чтобы мой организм был здоров, бодр, энергичен и, соответственно, хорошо выглядело тело. Все, вот для этого нам нужна еда. И, соответственно, конечно же, большинство тянет на сладкое, на запрещенное, да, вернее, не на запрещенное, а на высококалорийные продукты из-за того, что организм просто голоден. Вы ему дайте белок, вы ему дайте овощи, вы ему дайте сложные углеводы, да, вот клетчатку в виде вот свежих хрустящих овощей я употребляю, да, вы ему дайте что-то чуть-чуть для мозга сладенькое, да, и все. И вы не будете хотеть уже... Юль, как стать уверенной себе, как вы, найти мужика к Володе и все. Володя отвечает, вот вопрос задают, да, как, а ты иди сюда, может, ты будешь отвечать, пока я поем, а? Ну, как стать уверенной себе, как вы? Найти мужа, как Володя, и будьте уверенны на себе. Ну, иди, скажи, что ты там бубнишь, он говорит, найти мужа. Ни хрена подобного. Эх ты, блядь! Эх ты! Хорошо. Смотрите, уверенность женщине, что придаёт уверенность женщине, что? Однозначно внешний вид. Вот однозначно внешний вид. Да, абсолютно. Да, ну, сто процентов. Не согласен. Для женщины, у тебя, ты не знаешь женскую психологию, а я знаю. То есть, когда женщина выглядит на все сто, это ей придаёт уверенность. Вот, поверьте мне. То есть, работайте над собой. Соответственно, да, согласна, что ещё, если у вас очень хорошо развиты мозги, если вы умная, если вы начитана, если с вами очень приятно пообщаться. Да, ну, нахуй нужен сейчас начитанный человек, начитанный, эрудированный человек. Но ты знаешь, у таких людей своя компания, и им интересна в этой компании. Если ты не эрудированный, не начитанный, то тогда тебе... Ну, я встречал очень много красивых, начитанных, но человек не интересен, понимаешь? Человек не интересен. Мы сейчас говорим про уверенность. Появляется муж, глупый, алкоголь, с красивой женой, и всегда всё хорошо. Тебе сейчас говорят, как стать уверенностью. Как быть уверенным? Быть уверенным надо просто идти вперёд напролом, даже красиво. Я страшно, но иду вперёд всегда. И всегда считаю себя красивым. Ну, конечно, у меня есть обложка рядом со мной. Ты понимаешь, жизнь... Но для мужчины красота не важна. У меня есть жизнь, я вот наблюдаю по статистике. Или жена красивая, или муж красивый. Когда заходит муж красивый, я вот когда работаю на мойке, смотрю, бля, какой красивый мужик, страшной бабой. Боже мой, как он так может? А потом заходит красивая баба и страшный толстый мужик, как я, допустим. И делаешь оценку, потом анализ. И понимаешь, ну ты жизнь, понимаешь? Ну нет, это жизнь. Ну, где-то с Володи прав. Вот так наблюдаю. Но ты ушел от вопроса. Как стать уверенным в себя? Ну, уверен, нужно, во-первых, спорт, работа. Спорт, в первую очередь. Работа. Не обжираться в ресторанах. Он как сейчас Юля халует. Тонну. Подожди, ну да, опять говоришь, опять по внешнему виду. Угу. Я извиняюсь, сейчас отключу. Сейчас отключу. Ммм. Интересную тему подняли в прямом эфире. Здрасте. Объявление снято. Уже все, сняли. Марафон классный, правда, утомляет. Ага, это я же прочитала. Так, так, так. На вашем питании обязательно заниматься спортом? Нет. Нет. Не обязательно заниматься спортом. Я, когда раньше занималась спортом, усиленном, да, дурением, у меня не было такой фигуры. Признаюсь. Смотрите, какой у меня пресс. И это абсолютно за счет того, что на питании, которое я пропагандирую, отлично горит жир. Нормально. То есть у меня практически на теле жира мало. Вот особенно, допустим, на животе, да. На попище вот здесь вот скопление жировых отложений есть. На внутренней поверхности бедра и на передней меньше. Вот. Соответственно, вот здесь вот меньше жировых отложений. Вот здесь вот они есть. Ну, соответственно, но это не спорт. Это не спорт. Это питание. Вот именно это питание, которое я пропагандирую, оно помогает жить жир. Когда уходит жир с тела, покидает жир наш организм, наше тело, у вас что он делается? У вас начинают прорисовываться мышцы. Жировая пилословичка уменьшается. Видны мышцы. И такое ощущение у окружающих, что этот человек... Зря, Володя. Умная женщина очень уверена в себе. Да, нет. Я не сказала. У меня очень умная теща. У меня очень умная мама. У меня царство небесное было очень умный папа. Начитанный, образованный. Ну, что вы этим хотите сказать, я вообще не понимаю. Ну. Нет, это хорошо, когда умный человек. Но есть и дураки, умные люди. Дураки, умные люди. Есть. И их таких очень много. Вообще, я хочу сказать словами. Я думаю, что все знают эту фразу, что в человеке должно быть все прекрасно. И душа, и тело. Понимаешь? И в результате я тебе хочу сказать, ну, люби меня, как я тебя. И все. И больше все будет хорошо. Да. Надо любить друг друга, ценить, уважать, лелеть и помогать. Больше ничего. Так нельзя делать, как я. В плане, что есть и говорить, можно поперкнуться. Вообще, когда я ем, я глупо не ем. Может быть умным, но без хори. Прием пищи должен быть осознанным. Блин. Красивым. Вы не должны отвлекаться. Вы должны созерцать еду. Вот она, вот она. Бреть. Что? Стой вопрос. Юля, поглоти ее, пожалуйста. Болочку? Надеюсь. Бреть, иди сюда. Идем сюда, иди сюда. Где Юля? К Юле иди. К Юле. Идем сюда, поздоровайся. Вот она. Вот она, эта хулиганка. Кто хочет завести такую породу, я пропал. Ну что им показать, я им на следующей неделе покажу. Ну где? Показать им нужен. Нужен, покажу. Так, ладно. Вот она, вот она, вот она, вот она, вот она моя холюсенькая. Вот она. Тихо, я гуля, куда пропала. Тихо, сынок, куда пропал. Вот она моя холюса, вот она моя пригоза. Это рушлаг. Слушай, вот, кстати, я сегодня ржала, вообще падала. Чего? Сейчас многие, знаете, такие, буду проводить платный прямой эфир, где буду рассказывать про себя, но чем я там пользуюсь, да, свой образ жизни туда-сюда. А я вот думаю, ну эти уже эфиры, да, уже избитые. Слушайте, а думал, а может провести платный прямой эфир, где я расскажу про других, а? Мне кажется, он будет большей популярностью пользоваться. Что платный эфир? Платный прямой эфир, где я расскажу про других. А я таких, я не могу, я сядю, ржала, говорю, что платный прямой эфир, где я буду рассказывать про себя. А вот я скажу, слушайте, у меня будет платный прямой эфир, где я расскажу, где мой сын. Прикинь, я думаю, наверное, большое количество людей заплатят за такую информацию, но я не знаю вообще. Эй, я расскажу про Владимира Валентиновича, полную дам информацию. Нормально. Да, люди, блядь, шума сойдут. Да? Можешь провести? Я шучу, это шутка. Люди, шума сойдут. На самом деле, мне не жалко вообще абсолютно делиться полезной и нужной для вас информацией. То есть мой аккаунт и введение моего блога направлено на то, чтобы по максимуму все-таки абсолютно бесплатно рассказывать про себя и чем я пользуюсь. Показывать, пропагандировать здоровый образ жизни. Показывать, чем я пользуюсь и средств косметики. Как я живу, что я ем, как я тренируюсь. Но вот обучить, допустим, питанию, да, это уже, вот я и создала марафон, потому что затрат энергетических, финансовых очень много. Именно энергетических даже больше на ведение марафона стройности и очень много еще и времени это затрачиваю я на то, чтобы все подробно объяснить, рассказать, донести, зарядить на то, чтобы человек начал соблюдать, вести здоровую жизнь, соблюдать питание и, соответственно, худеть. Поэтому вот марафон у меня платный. По поводу остального, то, что я поделюсь, там чем-то, своим каким-то фишками, это все, пожалуйста, я все рассказываю. У меня от вас вообще нет абсолютно никаких секретов. Все показываю, что я делаю, как я делаю, какими средствами косметики пользуюсь, как я вообще живу. То есть, что мы готовим, из чего мы готовим. То есть, я стараюсь свой блог сделать более таким полезным, информативным. Да, у меня есть реклама, и реклама достаточно много у меня в аккаунте. С этим я не могу, конечно, не согласиться, но и аккаунт у меня сейчас, в принципе, работает для того, чтобы я получала определенный доход от своей работы. То есть, я работаю, я прикладываю усилия, я затрачиваю финансы на ведение своего аккаунта. Понимаете? И поэтому, соответственно, да, у меня есть реклама. Люди довольны моей работой, довольны рекламой, которую я делаю в своем аккаунте. И почему бы мне, как говорится, на этом не зарабатывать? Конечно же, поэтому не обессудьте, кому-то неинтересно. Вот мне многие написали, кстати, хочу поблагодарить и выразить прямо, знаете, даже сейчас, знаете, что сделаю. Вот так вот. Спасибо. И вот так вот. Спасибо. Хочу поблагодарить вас, прям послать воздушный поцелуй за обратную связь. Мне это очень ценно, мне это очень дорого, то, что у нас с вами идет все-таки обратная связь. И многое я, многому я учусь и от вас, мои дорогие подписчики, многое, что вы мне посоветовали дельного. Вы мне очень часто присылаете в директ сообщение, что вам тоже этот нравится крем, да, или Юль. И этот там крем не очень, попробуй вот то. Вы мне посоветовали много, что приобрести из вещей. Вы мне посоветовали даже в каких-то моментах изменить где-то свой стиль. А вы мне пишите по поводу, нравится вам или не нравится там моя прическа, мой мейк, моя одежда. Мне это очень ценно, на самом деле очень ценно. За это я вам благодарна. И, соответственно, мне также абсолютно приятно с вами делиться чем-то, ну вот своим, то, что нравится мне. Может быть, кто-то скажет, фу, там это фигня, или там что-то, но у каждого опять же свое мнение. Вы знаете, сколько людей, столько и мнений. Поэтому тут вот я просто рассказываю все и показываю все честно, открыто на 100%. Так, какое у меня было первое место работы? Это была, как сейчас вспомню, межведомственная централизованная бухгалтерия. Я там начислял зарплату, у меня был свой участок, это детские садики. Вот. Если питаться на тысячи килокалорий в день, это разве не вредно для здоровья? Ну, во-первых, с чего вы взяли, что питаться нужно будет на тысячи килокалорий в день? Это раз. А во-вторых, вредно для здоровья питаться на 600 и ниже килокалорий в день. Вечером у меня будет эфир в аккаунте марафона. Хорошо, дел полно, поехали. Так, ну все. Да, есть много игр вот для компании. Девочки, мальчики, большое вам спасибо. Большое вам спасибо. Давай, давай, давай. Давай, до свидания. Очки кривые, надо их выпрямить. Все, всем пока. До свидания. До свидания.